Прекрасный отдых и для тех кто любит хорошо поесть. Фрукты и овощи выращиваются в экологических садах, здесь запрещено использование пестицидов и конечно Албания это самый недорогой вид отдыха в гастрономическом плане по всему адресическому побережью и не говорю уже про вообще остальную всю западную европу. Здесь во сцены приятно удивлять что на мясные продукты ну и на конечно рыбу на рыбу и на море продукты которыми здесь местное море очень богато и рекомендую ездить сюда поправлять здоровье для тех кто любит хорошо отдохнуть и для тех кто заботится о здоровье своих деток. К тому есть несколько причин. Давайте их рассмотрим. Албания находится довольно близко от Украины всего два часа лететь это Южные Балканы более того она безвиза для посещения украинцами. У Албании два моря великолепные горы и шикарные курорты. Албания это абсолютно новый курорт для европейцев так и для украинцев только-только раскрывает свои двери для мира как говорится. Тут еще сохраняется такая домашняя атмосфера, искренность, дружелюбие. Ну еще раз вернусь к двум морям. На севере это Адриатика до города Влёра, это известные курорты Дурес. Вот там бы рекомендовал отдыхать именно с детками, потому что пологие песчаные широкие пляжи, пологий вход, море, вода очень богата йодом, а песок различными минералами. Минералами, что очень хорошо сказывается на здоровье ваших деток и, что интересно, вместо пальм шикарные кедры, сосны, просто устилают пляжи, в тенечке которых можно понижиться. Далее перемещаясь на юг, после перевала Лагара, менее популярные, но очень красивые места, это, конечно же, Хемара, Дерне, Борщ. Там вот само отдыхают кемперы, те, кто может туда добраться на машине, потому что еще массово туда туристы не заезжают. Но, если вы хотите, то индивидуально можете туда попасть. Там пляжи уже отличаются, конечно же, крупная галька, иногда и булыжниками. Но море очень красивое, это такое полное умиротворение, уединение под горой. Именно там, на перевале Лагара, можно спуститься с горы, примерно с высоты 1 километр, на параплане, прямо-прямо-прямо на живописные пляжи. Класс! Красота просто, ребята, смотрите, уникальное место, перевал Лагара, это с севера, когда вы переезжаете на юг, в Таранду, из Влера. Рекомендую посетить, будете ли вы арендовать автомобиль, либо ехать на экскурсии. Здесь можно купить медом, маселкой албанского чая, и на параплане спуститься прямо вниз туда, на пляже великолепной Химары. И рекомендую вам выбирать этот регион, потому что, в принципе, он не очень большой, здесь города, такие маленькие курортные поселки, но не очень аутентичные, уникальные пляжи. Прекрасная вода березовая, это уже чистое ионическое море. Вот, мы находимся на высоте 918 метров. Погода прекрасная, комфортная, можно сидеть тут, наверное, целый день, релаксировать, думать о возвышенном. Наслаждайтесь и вы! Национальный парк Лагара, конечно же, сам по себе красив. Там находятся рощи, флаговые соси, много очень живых, такие, что посмотреть. Рекомендую к посещению. Перемещаясь дальше на юг, уже вы заезжаете в такой крупный город, в Лёра. Его уже больше знают европейские туристы, украинские туристы. Многие его выбирают для отдыха, потому что это городок примерно, по украинским меркам, средний такой, где можно что-то найти, куда-то пойти отдохнуть, ночной клуб, набережные, рестораны. Набережная очень красивая, мне чем-то на Ниццу напомнило. Во Влёре такие песчаные пляжи, это уже окончание Адриатического моря, песчаные широкие пляжи, там тоже можно, в принципе, отдыхать с детками, очень комфортно. И потом вторую часть города Влёра, уже переезд в поселок Рекум, разделяет небольшой тоннель. Именно в этом месте считается, что соединяются Айонические и Адриатические моря. Конечно же, ландшафт сразу меняется, возникает некоторая скалистость, вода становится уже голубой прозрачной. В этом месте тоже есть очень много баз размещения, отелей. Ну, здесь, конечно, уже придется иметь спецобувь какую-то, чтобы, как говорится, было удобно, комфортно заходить в воду. Хотя тоже место для отдыха очень интересное. Я бы рекомендовал посещать туристам, которые любят отдыхать парами, молодым туристам, потому что кое-где нужно очень круто спускаться к морю. И те, кто любят исследовать, то есть там можно базироваться и из Влёры ездить, что на север, что на юг, изучать страну. Получать от этого удовольствие. Много встречали мы автомобили наших соотечественников, поэтому всем автомобилистам привет. Напишите в комментарии, если вы были в Албании, здесь на машинке катались, как было вам со страховкой, с топливом, с переходом границы и вообще, ну, с безопасностью, с парковкой. Будет интересно то, что мы здесь путешествуем, конечно, на трансфере, не на своем автомобиле. Чем еще богата Албания? Албания богата экскурсиями. Это, я бы выделил два вида экскурсий. Экологические парки, я уже упоминал Лагара, это озеро Охрид великолепное и исторические экскурсии. Здесь очень ярко выражен греко-римский период, до которого не добрались, так сказать, европейские любители античности и не увезли все в свои лондонские либо парижские музеи. То есть здесь есть древние греческие города, которые позже были, конечно, заняты римлянами, оккупированы позже еще везантийцы, прошу прощения, венецианцами. Это Эбутринт, это знаменитый турецкий город Берат, город тысячи окон. Красивейшее место, рекомендую посетить на западе страны. Это город Джиракастер, родной город, где родился Энвер Хаджа. Джиракастер в переводе означает «серебряные крыши». Тоже интересное место, военные музеи, красивые горы. Ими там можно услышать местный ансамбль полифонии, который, если вы знаете, это пение, оно находится под защитой ЮНЕСКО. Здесь, на юге, ближе к городу Саранди, к Самилии говорил уже город Бутринт. Более того, из Саранды, вот, пожалуйста, Лией, вы можете пройти ровно за 30 минут на скоростном катере и посетить Грецию, остров Корфу. Вот он слева от меня находится. Да, ну и, конечно, стоит упомянуть посещение озера Шкодор и знаменитой крепости Розафа, построенной иллирийцами еще до 3 века нашей эры. Очень красивые места рекомендую. Если вы мечтаете об атмосферном, бюджетном, увлекательном отдыхе, бестолкнозойливых туристов, то рекомендую вам Албанию.